итак приветствую на моем канале никому не болеть в общем продолжим мы значит наша не то чтобы прохождение своего рода пособия как играть в эту игру в x3 birds вот примерно сюда и летела что сейчас я покажу в принципе как делается квесты на торговлю и что для этого нужно иметь с собой ну во первых понятное дело что нужно и с собой как минимум корабль то есть торговые корабли что есть у нас торговые квесты но здесь к сожалению сейчас продемонстрировать не могу вот раньше мы с вами делали квест либо на уничтожение а конкретно взрывчатка вот типа вот такие да давай туда или сюда уничтожение так чтобы спасти какой-нибудь корабль и к сожалению ни разу у нас не было квеста там где были заминированные именно астероиды я не показал но возможно в какой-то момент я покажу отдельно ну или по месяц каким-нибудь видео к сожалению мы не делали квесты на защиту также мы делали квесты на тут опять же таки но задание имел ввиду на то чтобы защитить станцию от нападения каких-нибудь врагов вот и должны быть еще такие квесты но опять же таки здесь их нету это на уничтожение крупных кораблей вот здесь ничего такого нету но в принципе у меня уже есть квест задания такие которые я в принципе уже взял это на рационы питания и энергоэлементы я в принципе считаю что рационально именно на них делать хотя на самом деле нужно делать на все то есть все квест на торговлю но просто что намного как бы понятнее и проще ну просто на все делать денег больше правильно а так приходится немножко знаете выбирать я хочу только энергоэлементы и рационы питания возможно потом добавить что-нибудь еще вот мины я потом сделаю за кадром или или сейчас сделаю не важно их метод осталось три штуки квеста и больше я брать их не буду я буду брать только на рационы питания и на энергоэлементы вот сейчас я буду делать квест на энергоэлементы как это я буду делать меня есть корабль меня есть корабль это будет у нас раханас перевозчик энергии и контейнеровоз да в сведениях я могу глянуть что у нас тут собственно есть у него но он в принципе рабочий можно его даже чуть починить там два сотрудника капитана инженер инженер постоянно что там чинит вот миссия по обслуживанию нужно приобрести грузовые дроны на него он большой корабль поэтому нужно при дронового вот и хранилища ну понятное дело что он может и контейнеры и энергии перевозить как это вообще работает я сейчас выйду из этого корабля мы сейчас локации где очень много очень много электростанции ну грубо говоря солнечных до вон они красавцы не знаю видно ли нет локация темная но в принципе и так видно что это электростанции по характерным экраном с той стороны видно лучше да по характерным экраном ну космос он темный чё по делаешь можно даже подлететь вот такая гигантская конструкция так вот чтобы что-то купить у них их можно облетать их можно разведать это в принципе все легко делается информация что это у нас разрядник к сожалению его атаковали я смотрю у него здесь очень много побито фара у меня конечно есть но она такая слабенькая и держишь тут у него можно скупиться походу вот нет это он покупает рационы питания сюда можно покупать сюда можно продавать рационы питания вот продать рационы питания но у меня их нет вот даже цены видность такое у меня их нет но у меня есть контейнер а у вас перевозчик энергии можно просто барыжить но цены скажем так не ахти на самом деле могут быть вот и вот энергоэлементы кстати они он продает вот как это вообще все работает есть у нас такая штука как торговля торговые предложения мы прилетаем и смотрим торговые предложения вот какие станции покупают и какие станции продают определенные товары вот мы обратили внимание что фаз матрица фабрики элементов и какая-то еще неизвестная станция и продовольственный комбинат покупают энергоэлементы вот причем довольно таки по выгодным ценам 60 процентов плюс вот я сейчас показываю именно объяснение можете сильно не запоминать а вот энергия продаем причем мы даже скидку получили обратите внимание купить энергоэлементы здесь мы можем купить энергоэлементы причем довольно таки дорого плюс 36 процентов поняли вот можно облетать так все станции и узнать их цены конечно это немножко геморрно на самом деле нам много в разы быстрее это сделать если купить торговую сейчас скажу что нам нужно купить услуги механик и мы с ним можем просто проложить к нему путь кстати облитая здесь у нас энергоэлементы а вот тоже здесь цены совсем другие обратите внимание здесь 6.8 здесь 7.13 естественно там где 6.8 покупать намного выгодней но чтобы такие цены узнать вот допустим мы подлетаем к станции вот мы подлетели к станции да это у нас аналитическая сеть аналитическая сеть 2 да аналитическая сеть 2 мы с ней можем кстати в дополнительных сведениях обнаружить что там на ней работает связь вот но к сожалению в так 6 до 6 энергетической сети нету видите вот и это значит что нам чтобы ее узнать цены надо подлететь и узнать ну скажем такое вот это не значит что нельзя как бы короче ладно еще раз 61 есть еще торговые сделки такая вот штука то есть мы можем торговая сделка это что покупаем энергокредиты здесь да опять же таки контейнеровоз и продаем ну допустим там это ладно покажу сколько и продаем в другую станцию за 11 тысяч мы сможем получить выгоду допустим вот наш корабль контейнеровоз перевозчик энергии если мы на него наведем получается сейчас покажу имеет два задания он покупает 9640 энергоэлементов в дальнем рубеже у энергосети 1 и придает и продает неизвестную станцию тоже в дальнем рубеже но неистащимые шахты то есть вот сюда какой-то там станции поняли вот но мне это сейчас не нужно я эти все задания у него отменю скорее всего лент если конечно смогу я ничего не потеряюсь и не отменю но в принципе мне это сейчас не сильно интересно вот все теперь у него никакие задания нету вот то есть если если очень много станции разведать очень много станции разведать вот я допустим подлетел к этой станции да и узнал цену вот я сейчас нахожусь где возле энергетическая сеть 3 правильно энергетическая сеть 3 и теперь у меня есть торговое предложение я знаю что в энергетической сети 3 а это вот не знаю не знаю не знаю цены а во-первых он за мной перестал торговать почему-то видимо у него нету ресурсов ладно фиг с тобой это альбионский спунц стыковку разрешают до скорого свидания чувствуйте себя как дома так что я заблудился а а где он а 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 Ощущение, как будто человек исчез. Кстати, по поводу торговли опять же. Обратите внимание, как прилетают маленькие корабли, они залетают такие вот штуки. Вот, загружаются там. Это торговец энергии, а потом вылетает и летит продавать. Крупные корабли немножко по-другому себя ведут, крупным кораблям нужны дроны. Они подлетают тоже к специальной штуке. По-моему, не это, где-то тут в другом месте это происходит. И с помощью дронов, по-моему, вот тут у нас. Да, вот сюда подлетают, паркуются вот так вот боком. И с помощью дронов вот туда летят дроны и они, короче, перевозят ресурсы. Чем больше дронов, тем быстрее, естественно, этот процесс происходит. Вот я смотрю, есть летает перевозчик энергии. Вот он подлетает. А, нет, вот он сюда все-таки делает этот момент. Подлетает. И сейчас будут летать дроны. Иногда у станции есть свои дроны, поэтому... Ну, где дроны? А, вот они дроны. Вот, одни дроны летят туда, другие дроны летят обратно. Прикольно. А то вы к новым приказам. Ладно, ребят, наблюдать за всем этими действиями очень интересно, но нужно торговать самому. Так вот. Значит. Нас интересует, почему-то, блин, он где-то пропал. Механик. Это альбионский спунс. Через шифт-др. Присоединяюсь к станции. Торговля. Программы. У меня продукты первоклассного качества. Смотрите, полляма стоит торговый компьютер. Почитаем, что это такое. Обычно пилоту приходится облетать всю станцию и сходить. Они могут связываться с разными торговцами, чтобы составить полную картину торговых предложений на станции. Установка торгового компьютера позволяет пилоту получить различные предложения о торговле со станции и загрузить их в бортовой компьютер, просто подлетев к станции достаточно близко. Позлетаем к другой станции и снова будет добавлена новая коммерческая информация. Эта информация может обновляться в течение нескольких часов. Однако со временем теряет актуальность, если каким-либо товаром на станции по какой-то причине торговать перестали. Информация может быть отфильтрована и отсортирована. Пилотам следует иметь в виду, что одного лишь наличия торгового компьютера недостаточно, чтобы открыть полную информацию по станции или получить все возможные скидки. Для этого по-прежнему требуется тщательно обследовать всю станцию. Чтобы установить это замечательное усовершенствование, экономящее массу времени, свяжитесь с местным механиком. Понятно в общем, да? Очень хорошая штука. То есть тупо подлетаем к станции и получаем все то же самое, но скидки не получаем. То есть, чтобы скидку получить, нужно облетать все-таки станцию и посмотреть на ее уязвимости и тому подобное. Покупаем торговый компьютер. Потом 2 миллиона есть экономический анализатор. Ориентированный на статистический анализ, данное обеспечение использует имеющиеся в бортовом компьютере коммерческие предложения для создания подробных графиков спроса и предложения в реальном времени по известному пользователю пространству. А также собирает и обрабатывает данные по объемам хранилищ станций, количествам и ценам товаров в предлагаемых сделках. Оно разработано, чтобы дать пользователю более глубокое понимание экономики и облегчить ему принятие решений в торговле и бизнесе. Ну, это я попозже возьму. А чем отличается МК-1 от МК-2? Данное обновление программного обеспечения позволяет увеличить число запланированных поездок для торговых сделок и управлять ими. Также включены возможности версии МК-1. Вот, что это такое? Сейчас объясню. Вот у нас есть торговые предложения и вот у меня есть тетурель, да? Либо тетурель, либо корабль, ну ладно, не то. Контентировать с перевозкой энергии, да? Запланированы маршруты 0 из 3. То есть я могу задать ему только 3 команды. Купить в одном месте, купить еще в другом месте и продать в третьем месте допустим. если есть излишки вот либо там купить в одном месте купить еще в другом месте и порадовать в третьем месте допустим ну то есть только три задания одновременно он выполнит если он выполнен одно задание могу добавить другое задание в память ему если купить другой компьютер то будет то ли 4 то ли 5 по 5 а если еще купить по-моему 7 но это не точно я брать не буду но точно будет прибавочка что облегчает задачу очень сильно то есть смотрите у нас есть задание да допустим одна станция требует энергию и вторая станция требует энергию по заданию от нас требует допустим там 1000 энергию другая требует там 2000 энергии ну условно я примером говорю я покупаю значит кораблем энергию и просто делаю два задания одновременно на одну станцию привести 1000 и на другую станцию привести 2000 и я выполняю задание если у меня полон корабль энергии то я могу сразу сделать три задания правильно правильно вот таким вот образом вот торговые сделки но торговые сделки как я уже говорил это интересная такая штука что у нас есть просто такая штука нам вот столько будет прибыли если мы выполним эту торговую сделку мы нажимаем далее 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 получим 96 тысяч просто сделки есть торговые сделки я и когда играл если продавать там крутые ресурсы когда у вас таких товаров просто тьма тьмущая если вы разведаете станции правильно до летаете стан от станции к станции делаете разведку то некоторые дают там миллион допустим прибыли вот вы ничего не делаете просто миллион прибыли ваш корабль летит в одно место покупает товар привозит в другое место подает чуть чуть дороже и получаем миллион хорошо хорошо вот это сейчас объясняю механику сейчас наша задача облететь все корабли все станции все три до и четыре даме на дистанции до все четыре станции кстати здесь еще где-то матрица еще одна станция есть макс 3 за фабрик элементов просто подлетая к станции мы получаем актуальные цены на этих станциях бам правильно правильно смотрим нашу торговые сделки и мы видим до 4 станции это четвертая вторая первая и третья просто подлете мы видим цены это собственно нас интересующие цены здесь самое дешево покупать именно здесь вот и количество мы видим чем больше товара обычно тем дешевле цены соответственно соответственно мы можем опять же таки здесь же купить вот этот товар но не титурилию а нашим раханасом перевозчиком энергии сколько вам нужно все сделка подтверждена мы в пути нам нужно все вот теперь что касательно задания смотрите как делать задание сколько у нас сейчас денег у нас сейчас денег 12 миллионов до 12 миллионов 300 мы возьмем задание у нас нас интересует задание на энергию мы сейчас в самые последние квестики на энергию сделаем вот нет это не самые простенькие средние рационы питания самая дешевая именно вот это вот до 41 тысячу энергии смотрите мы ведем на допустим наведение брифинг на карте открываем эту фигню и не 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 так не так не так не так можно увеличить а мы не знаем здесь понятно а вот нажимаем и вот вот интересующая на саша цена 40 на 1000 мы даже здесь небольшой навар будем иметь только не титуриель а а раханас сколько а сколько нужно было сейчас подождите 41 одна тысяча до сколько вам нужно а раханас не очень подходит для этих дел потому что у нас собственно трюм что-то маловато ладно пускай будет там в общем как то так ну конечно желательно было чтобы у нас корабль был покрупнее вот для этих целей у нас как раз таки есть хороший корабль эээм титурель который мы в прошлой серии захватили здесь а что такое так мало места я не пойму хранилище 130 бласт строитель у нас что у нас делать бласт строитель именно мы купили очень мало электроэнергии я понял надо было больше электроэнергии покупать а или нет или смотрите или просто он такое есть вместительное вместительное 130 тысяч да а сколько вмещается в титурель 270 тысяч ну блин видимо в этом вся проблема не лучше не лучший конечно корабль раханас контейнеровоз более того я скажу что частенько частенько бывает так что ну вообще есть люди которые покупают маленькие корабли которые я говорил в прошлой серии ну я чтобы не не путать людей покажу да вот тут у нас продаются маленькие корабли вот у нас есть допустим тоже самое построить перевозчик энергии да но в энциклопедии написано что он вообще привозит грузовой корабль гигурум перевозчик 14 тысяч сконструирован специально для перевозки различных энергоносителей поскольку химические и ядерные элементы могут представлять опасность для населения и экосистемы ну скорость у него хоть и выше но он использует гипертуннели и гиперкоридоры поэтому это дичь на самом деле не очень удобная я не пойму почему так мало у меня энергии так продажам дешевле всего вот это да сколько почему то это максимум что я могу переводить ну ладно и сразу же будем закупать в общем как то так это все делается вот сейчас я наверное более подробно покажу все таки на титурере когда она отремонтируется она у меня сейчас к сожалению совсем в печальном состоянии вот и инженер там такое себе не очень качественно интересно привет пилот нужно что-нибудь ремонтирую двигатель сейчас он у меня вот ну ремонтирую ремонтирую хорошо хорошо вот хорошо значит короче как то так выполняется задание вообще если честно я когда в первый раз за задание такие делал вот а я просто садился вот садился смотрел брифинг записывал количество ну то есть я брал листочек записывал количество ресурсов необходимых вот потом смотрел где находится в какой где находится станция на карте смотрел где находится потом только я понял что в принципе если тут вот так вот навести ну сейчас что-то опять нету блин то там есть собственно кнопочка которую можно нажимать чтобы продавать а так понятное дело что я запоминаю где находится зона как называется фабрика потом значит заходил на торговлю 6.1 покупаемые станции находил именно эту станцию вот и ей продавал но опять же таки это немножко геморно на самом деле потому что эти станции бывают их нету здесь в списке поэтому приходится лететь к этой станции вот это я потратил деньги собственно на то чтобы купить по моему ресурсы вот не точно лететь на эту станцию и вручную вручную торговать то есть я мог просто глянуть так где это нужны эти энергии кредиты вот тут да брифинг на карте вот надежный причал да то есть сажусь на корабль и лечу на надежный причал подлетаю к станции так же само где он тут у меня где мой кораблик есть тут чтоб я не летел вручную как лох я ж не лох правильно у меня есть транспорт у меня есть так ста ё-моё ну чё опять лагать ну блин не хочу и лагать это альбионский спунт пора так скрывай это поширши вот дебильные мосфеты блин нормальная же температура в чём дело мосфеты не греются больше чем 80 градусов вот корабль застройщик связь доставьте меня надежный причал это немножко усложняет конечно игру кстати здесь не надо ничего не надо ничего обычно обычно я в тому моменту вот пока выполняется задание на торговлю я ещё помимо всего прочего делал квесты на разминирование сейчас я эту фигню делать не буду мне в лень а что это за задание чтобы получить плату нужно чтобы цель больше никогда не помешала мне никогда никогда больше убить преступника но на высоком на легком уровне сложности это делается очень легко прилетаешь убиваешь вот можно послать какой-нибудь крупный корабль на тяжелом уровне сложности смотришь вроде бы это какой-то торговый чмошный кораблик который очень легко уничтожить вроде бы кстати эти квесты чаще всего на время ещё их можно провалить вот но не то чтобы на время но они могут просто улететь с того места где они должны были быть вот и вроде бы всё просто оттуда прилетаешь а у него ещё есть напарник какой-нибудь на таране если я хз блин или тяжелый сул как минимум который просто вас там в щепки разносит и вы сделать ничего не можете до встречи ну блин интересные задания я бы такие пару штук сделал бы наверное в x3 я такие делал часто вы сами помните в x3 это мои любимые задания кого-то убить вот желательно чтобы это был бандит либо ксенон вот либо защита станции от бандитов или ксенонов вот либо либо мои любимые задания это полететь это купить небольшое количество ресурсов потом продать это небольшое количество ресурсов либо это перевести рабочих или военных вот это мои любимые квесты собственно Самые, наверное, простые, это перевести рабочих или военных. Самые те, которые дают очень много репутацию, это все-таки на защиту станции. А на убийство противников просто, ну, если у тебя крупной мощный корабль, то тебе говорят, пойди уничтожь какой-нибудь там здоровенный мега эсминец. Летишь такой, весь залп от него, и он умирает. Здесь такого нет, конечно, здесь я не могу прилететь и уничтожить здоровенный мега эсминец. Вот, но формально, формально могу немножко, если бы у меня был у самого здоровенный мега эсминец, то здесь не требуется личного присутствия при убийстве противника. Я вам более того скажу, не обязательно должен убить я или даже мой корабль. Даже мой корабль не обязательно, чтобы он убивал мой... То есть, бывает такое, что я даю задание на какое-то уничтожение какого-то корабля, а его уничтожает станция вообще или союзный какой-нибудь Араун. Вот, его уничтожает. Все, я получаю деньги, никаких проблем. Вот, второй момент, это, если у тебя есть собственный Араун или фул микрон какой-нибудь, то ты можешь просто навсего... Просто навсего... Я на месте, сэр. ...послать на него свой корабль и сказать, уничтожь. И он летит и уничтожает, а ты получаешь деньги, причем очень большие деньги. Там измеряются уже цены, по 5 миллионов можно заработать за такое задание. То есть, так, смотрим задание. Уничтожить, 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 спасти и не разбей. Этот квест за 17 миллионов я не рассматриваю, потому что он дебильный. Вот, это на самом деле миссия. Она есть на всех станциях, ты один раз ее берешь и больше ее не берешь. Так, ну, мы сюда не за этим прилетели. Как я уже говорил, нас интересует здесь какая-то станция вторая. Более того, за эти квесты мы также получаем репутацию, но типа торговую. Ну, типа прибавочка репутации за счет того, что мы поторговали. Так, смотрим, кто из них... Вот это нас станция интересует, да? Что из-за херня прилетела? Вражеская. Подлетаем к станции. Можно просто к ней подлететь, и мы уже знаем о ней все, правильно? О том, какие ресурсы ей нужны. Вот. Мы видим, что им нужны и энергокредиты, и рационы, питание. И вот. Наверное, вот это она, да? Фабрика элементов. 32 тысячи... Они просят... Дальний рубеж, надежный причал, да. Дальний рубеж, надежный причал. Фабрика элементов. Ну, да, это она и есть. Или можно, как я уже говорил, просто вот сюда нажимать. Тут можно просто по миникарте, в принципе. Вот можно водород им продать, если бы он у меня был. Можно такую фигню. Эскадрилья ксенонов. Пойти повоевать. Более того, у меня, по-моему, тут есть лицензия. А ну, я свяжусь. Кто это такие вообще у нас? Я хочу продавец лицензий. Привет, пилот. Могу я что-нибудь предложить? Сердце Альбиона. Полицейская лицензия. Купить. Тут у нас локация Сердце Альбиона. Кто-то еще здесь есть? Привет, пилот. У меня есть для тебя кое-что. Блин, наверное, не я... А, вот они, не я. Полечу, повоюю. Ну, предварительно сохранюсь, конечно. Ого, блин. Я же штампушку модифицировал. Она капец жжет. Груз закреплен в трюме. Он моя станция стреляет. Блин, не лучшее улучшение, конечно. Груз закреплен в трюме. Уп, стой, не стреляй. Ну, блин. Ну, нафига. Я бы его захватил бы. Тваль. Так. И вот есть кораблик. А, это уже Пишка. Кто не помнит, Пишка это самый большой корабль среди истребителей. Самый жирный. Благодарим за помощь. Оплата сейчас поступит на ваш счет. Все, все, все. Спасибо, что помогли отбить атаку. Так. Значит. Я хочу нанять... Пилот. Любой. Здравствуйте. 33 тысячи. Спасибо, что наняли меня, сэр. Я вас не подведу. Почтальон звонит дважды. Хм. Какие-то там достижения получил. Так. Я на борту. Груз закреплен в отбеке. Так. И как раз таки покажу, как работает захват кораблей маленьких. То есть мы по ним стреляем, они сдаются. Я же тваль. Смотрите, стреляют ракетами по моему корабле. Ох, емое. Ну, я в принципе там хороший щит, поэтому он выдерживает. Вот корабль, который можно захватить. Подлетаем к нему. И захват. У нас вылетает пилот. Вылетает пилот. Благодарим за помощь. Оплата сейчас поступит на ваш счет. Спасибо, что помогли отбить атаку. Пилоты тоже могут быть хорошие, либо плохие. Ну, сильные, либо слабые. Все, это наш корабль. Что здесь есть? Плазменный пулемет. Можно корабль этот использовать, собственно, в целях помощи в атаке. Ну, то против, допустим, во время захвата. Вот, у него плазменные пулеметы есть. Он довольно-таки жирный. И щиты, и все. Скорость слабоватая, но, в принципе, норм. Так, наслед от корабля задолбает сейчас. Напомню, что этот корабль, корабль-застройщик, очень жирный. Очень жирный. Что за дичь? Те, блин. Ладно, видимо, у меня какой-то предел ракет. Вот. Короче говоря, я этот корабль просто продам. Он мне нахер не нужен. Интересно, я могу продать его в главной верфи? Интересно, вот просто если я вызову такого корабля. Да, я могу его продать 5 миллионов 300. Роханис дешевле стоит. Благодарим за помощь. Оплата сейчас поступит на ваш счет. Спасибо, что помогли отпить атаку. Тебе что, нечем заняться, Роханис? Тебе есть задание, а что ты не летишь и не выполняешь его? Ладно. Так, покупаем, продаваемые станциями. Возможно, там просто денег уже нету. Так, самые дешевые у нас вот тут, да, получается. Сколько? А не Тетурель. Роханис. Сколько? Сделка подтверждена, мы в пути. Так, возможно, у капитана здесь... Так, тогда заправка есть. В чем проблема? Лети. Ну все, он полетел. Я не пойму, почему не могу собрать эту ракету. Видимо, у меня какой-то лимит ракет. Звездная вспышка. 20 штук и все? Что за бред-то? А, наверное, суммарно у меня очень много ракет. Ну ладно. Выстреливаю потом все. Так. Фиг с ним. Полетел корабль за ресурсами. Я же ж, в принципе, могу посмотреть, может, тут еще что-то есть. Купить. Нет ничего здесь. Обычно я просто летаю по кругу. Это альбионский спунс. Баратма открывает, да, прошедший. Здравствуйте, сэр. Приятно познакомиться. Так точно, ожидаем приказов. Что я нажимал? Здравствуйте, сэр. Приятно познакомиться. Вот, допустим, там полетим, к примеру, в единичку. Так вот. Так точно. Там посмотрю квесты. Можно, кстати, мониторить цены. Но это не нужно, если вы не собираетесь именно заниматься торговлей. Ну, то есть, мониторить цены это как? Цены, которые я подлетел к станции и посмотрел их цены, да? Движемся на позицию. На различные товары. Они действуют недолго. К сожалению, с корабля я их не вижу. Мне, чтобы их увидеть, приходится выходить из корабля, в котором я нахожусь. Примерно подлететь к станциям, и я обновляю цены. И смогу, в принципе, там как-то торговать. Вот. Потом, в принципе, можно не заморачиваться, если у вас очень много торговли, очень много торговых кораблей. Ай. А, как-то прилетел. Я не знаю как. То они обновляются с помощью ваших торговых кораблей. Ну, типа, как они работают, как шпионы. Обновляют цены сами. А если нет, то нужно будет самолично летать и обновлять цены. Вот. Есть способы лучше. Во-первых, это есть анализатор, да, который мы не купили. Который, в принципе, сам анализирует цены и может плюс-минус их примерно подсказывать. Второй вариант. Торговые агенты на кораблях. Ой, на станциях. Вот. То есть, я об этом сейчас тоже подробнее покажу. Я, например, найду место сейчас, где можно купить еду. Пока что у меня таких нету, да? Плазма, бла-бла-бла. Кстати, можно просто по карте посмотреть. Базовое фермерское хозяйство. Вот эта штука нам нужна. Вот. Базовое фермерское хозяйство. Мы ничего о ней не знаем, собственно, о базовом фермерском хозяйстве. Но, насколько я помню, вроде бы как там продается интересующий нас рацион и питание. Туда мы полетим и я там поставлю своих агентов. А также я поставлю всех своих агентов на каждой станции электроэнергии. Хотя, можно только на одной. В принципе, не принципиально. Потому что, если мы выполняем квесты, мы делаем копеечные, вот как я уже показывал, да? 6-2. Тут 90 тысяч прибыль. Копейки просто. При том, что мы покупаем товары на 75 тысяч, да? На... 775 тысяч, да? Получается. Ой, на 375 тысяч, да? 375 тысяч. А продаем за... 510 получается, что ли? Ну, короче, неважно. Ты идаю координаты точки, а ну? Потому что мы зарабатываем только 90 тысяч на этом. 300 тысяч тратим и 90 тысяч зарабатываем. Арханельский контейнеровоз больше ничего не хочет делать, да? Сейчас мы подлетим к станции. Я... Блин. Мы прибыли, сэр. 8540. Наверное, я выйду из машины, потому что здесь очень плохо работает мышка. Как видите, мы большую часть квеста сделали, да? Если был бы у нас большой корабль, мы бы выполнили всю его, весь квест сразу за один раз, а то и 2 и 3 квеста одновременно. Вот. А пока что мы не довезли ресурсов. Вот. 8540 не хватает. Брифинг на карте. И... 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 Короче, они просят 8 тысяч, да? Но мы продадим им, допустим, 9 тысяч. Не все, что они просят, а вот 9 тысяч. Не плюс-минус. Даже если у нас выходит чуть-чуть дороже. Если мы там... Прибыль у нас минус 27 тысяч, да плевать. Плевать. Все. Ой, а я 8 или 9 тысяч? 9 тысяч... 9 тысяч... Сколько я послал? Блин. А, пауза. Блин. 9 тысяч я послал. А еще я, пожалуй, потом, после выполнения этого квеста, раскошелюсь ему. Так как у нас, смотрите, сейчас будет сколько денег? 17 миллионов 600 у нас, да? Предполагаемая, предполагаемая сумма за выполнение квеста, у нас миллион триста. Не видим, просят, но мы такой финю не будем. Дорого, конечно, хотят. Ну, то есть, платят, но не видим, добывать мы не будем. Вот, и, в принципе, мы разведали эту всю фигню, наверное, да? И знаем все цены, или нет? Или нам кажется, что мы знаем? 6.1 Покупаемые станции, продаваемые станции, наверное, не знаем. Ну, подлечу ближе, Фихио. Теперь я знаю все его цены. Кремний, невидимум и прочую фигню, да. Они тут, собственно, биржа Плутарха. Груз загреблен в отсеке. Какая-то битва была. Дизнатор, обломки и прочая дичь. Это Альбионский спунс. Борота открываются, прошившись. Хочу на шестерочку полететь. Понял. Движемся на позицию. Короче, если честно, странные здесь квесты. Я вот, если честно, не понимаю их логику. Допустим, станция. Какая-нибудь, да? Станция, которая стоит, строительство этой станции, стоит 5 лямов. К примеру. Строительство станции. Такое бывает. Вот. У нее выработка в час. Там 100 тысяч, к примеру. 200 тысяч, ну 300 тысяч. В час. Вообще не деньги. То есть, целый час они вырабатывают 300 тысяч. Я могу за один квестик вырабатывать, блин, пол ляма, да? Буквально за 5 минут игры. А тут за час реального времени пускают 300 тысяч. Ну, что крайне маловато, согласитесь, чтобы заработать миллиарды. Миллиард, допустим, чтобы заработать. Есть станции, которые, да, приносят по 10 миллионов за час. Вот. Безусловно, такие и есть. Вот. А какая-нибудь вонючая электроэнергия, электростанция, да, она, к сожалению, денег приносит крайне мало. Потому что энергия, она дешевая. Вот. Так вот. Передаю новые координаты кораблям сопровождения. 32 тысячи и квест выполнил. Видите, миллион триста. Это за выполнение квеста. Квест я выполнил. Теперь у меня 19 миллионов денег. Вот. 6, 1. Опять же, что-таки, продолжаем покупать самые выгодные цены. Вот. Не тетурель, а раханец контейнеровоз. Сколько? Покупаем максимум, сколько сможем. Сделка подтверждена, мы в пути. Вот. И будем выполнять следующий квест. Так вот. Мы сейчас где-то в центре, да? Квестов никаких, к сожалению, нет, кроме как на строительство. Ты сможешь это сделать? Завод военных технологий. До встречи. Я выйду, посмотрю, что здесь за станции. Что они могут изготавливать. Меня интересуют рационы питания. И я планирую весь корабль, свой тетурель, забить рационами питания. Мне, конечно, бы еще одну тетурель. Одну, которая бы энергию перевозила, другую, которая бы рационы питания. Это у нас станция, что? Базовое фермерское хозяйство. Хорошо. Вот как раз и тетурель. Я, пожалуй, сохранюсь, потому что я все-таки планирую ее захватить. Вот. Но прежде чем я ее захвачу... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА